Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем привет! Шалом! Хеллоу! Шалом, хеллоу, это видите, шалом, хеллоу, это одного корня слова. Я думаю, что пошло, пошло это, хеллоу от шалом. Так, ну хорошо, значит, мы сегодня заканчиваем 20-ю главу, и для того, чтобы как бы 21-ю не начинать сразу, то есть мы начнем на следующем занятии. Я расскажу там очень интересно, сейчас идут недельные главы, очень интересные, очень важные. Вот Тони Кауфман, Виталий Пикман, это люди, которые занимаются бизнесом, должны знать о бизнес-модели Йосефа. Йосеф Цадик, Йосеф Праведник, который 70 лет, 80 лет, он управлял Египтом, он был премьер-министр Египта, и все, к чему он прикасался, было благословение. Так я вам сегодня расскажу его секрет, шалом, Алекс Поделка, как Йосеф, откуда у него было благословение. Это прямо я узнал в этот шаббат, супер-мега-секрет, который прямо очень применим в нашей жизни. Яков Шатанин, шалом, Ирина Конитетенко, сейчас Михаил Федорович, может, придет тоже. Нету Михаила Федоровича, Михаил Федорович. Хорошо. Все. Начинаем. Значит, мы как раз в конце, находимся в конце 20-й главы, и отрывок у нас сейчас 29-й отрывок. 29-й отрывок, он звучит так. Тиферет бахурим кохам в адарск ним сейва. Значит, великолепие, переводится в великолепие. Бахур – это такой подросток, да? Подросток, есть нар, это совсем подросток, а бахур – это уже такой подросток до свадьбы. Бахур – это подросток до свадьбы. Бахурчик такой, да? Бывает, что и после свадьбы он тоже остается бахуром. Но, значит, великолепие вот этих вот бахурим, юноши, юноши, давайте так переведем из такого слова, кохам – сила их, сила их – это великолепие юноши. И, значит, в адар стеним – великолепие сканим, закан – это уже старцев, это сейва, седина. Да, то есть первое простое объяснение этого отрывка, оно понятно, что, например, когда подросток, он качок такой, культурист, и он одевается в модную такую кеды, в спортивные одежды, это круто и модно. Но когда это делает, например, уже такой бизнесмен лет 60, да, и он одевается в цветные волосы, там, кеды, и начинает одеваться как подросток, это уже не очень совпадает, то есть это уже какое-то идет такое несовпадение. То есть всему свое время. Подростку классно, когда у него есть сила, но человек, который уже в возрасте, он должен, великолепие для него – это седина. То есть это другое совсем, да? Значит, и нужно понимать, что не надо себя ни с тем сравнивать, это первое, что каждый находится в том месте, в том времени, в том состоянии, в котором он находится. И надо это состояние принять, оценить, и быть стопроцентным в том месте, в том состоянии, в котором ты находишься, не сравнивая его, не пытаясь его втянуть в какое-то другое состояние. Вот это то, что первое объяснение. Второе объяснение такое. Значит, это идет малбим глубже, и он говорит, смотрите, говорит, что у человека сохраняет по Торе, есть там несколько таких тайн, что сохраняет молодость. Молодость сохраняет это, значит, у мужчины, ну, я думаю, у женщин, но здесь я больше, я это слышал напрямую про мужчин, здесь говорится про мужчин. То, как он относится к своему, к своей сексуальной жизни. То есть люди распущенные в сексуальной жизни, которые растрачивают свое семя туда, ну, куда не попадя, да. Даже в Торе рассказывается история, что у Иуды, Иуда это был один из 12 сыновей Яакова, и у него было два сына. Первого звали Эр, и он женился на Тамар, и умер, написано. Потом второго звали Анан, и отсюда пошло слово ананизм. Он женился на Тамар, на этой же Тамар, как бы на жене умершего брата. И написано прямо в Торе напрямую, он сбрасывал семя на землю, и он тоже умер. Как написано, гам-у, то есть и он тоже умер, то есть и первый, значит, делал то же самое. То есть семя, называется это семя леватала, то есть впустую сбрасывание этого, разбрасывание семени, осеменение пустоты, да, оно приводит даже к ранней смерти. Но если человек этим занимается, он, допустим, не в пустоту его, это семя, а он все время, как бы, его куда-то вбрасывает в разных женщин и так далее, то что, то у него рано приходит седина. Прямо написано конкретно в книгах наших законов, что тот, кто злоупотребляет вот этим вот размножением, то не размножением, а тем процессом, который ведет к размножению, то он рано стареет, и у него его сила заканчивается. Он, значит, нас детстве пугали, что волосы растут на ладонях, но оказывается, что у него рано приходит седина. То есть, нам царь Соломон сообщает, что он рано стареет. Поэтому написано, когда Бахурим сила, как написано, великолепие вот этих юношей, их сила, но с к ним, когда приходит к старикам седина, это тоже великолепие, это красиво, но когда к молодым приходит старость друг, это уже некрасиво. И объяснено в комментариях, почему она приходит, то есть, нужно быть сдержанным в отношениях. И, возможно, царь Соломон, он же умер рано. У него была тысяча жен, и сам он умер тоже рано. По одним мнением, он прожил всего 42 год, по-моему, 52 года. 52 года он прожил, по одним мнением. По другому, правда, мнению, он в 52 года просто ушел с царства, еще в тишине там где-то жил до 80. Но, как бы, понятно, что нам он советовал, в общем, воздержаться, воздержать. Дальше. Хабурот, Пеца, Тамрик, Бера. И продолжение этого отрывка, 30-го отрыва, говорится так, что хабурот, это внешние какие-то язвы и так далее, они, Тамрик, это умощают, умощают зло. Умакот, Хадрей, Беттен. И удары по внутренностям тоже, они, как бы, служат этой же цели. Что имеется в виду? Малбим, он соединяет отрывок предыдущий с этим, и он говорит, что вот вам теперь конкретное описание симптомов. Будут у вас язвочки на разных местах, и будут у вас внутри, там, какие-то с органами проблемы, это те, кто злоупотребляют разнузданно, ведут сексуальную свою жизнь. А остальные комментаторы, они не соединяют эти два отрывка, они просто последний 30-й отрывок 20-й главы объясняют так, что вот эти все болезни, внешние, раны и так далее, и внутренние болезни, да, они умощевание от зла. Что значит умощевание от зла? Значит, умощение, это раньше как лечили все эти, мазали какими-то мазями, там, натирали маслами, еще чем-то натирали все время, да? То есть, когда человек грешит, то у него грехи, они создают сбои на его духовной сущности, да? Теперь, и для того, чтобы эти сбои убирать, то Бог посылает человеку здесь страдания, болезни и неприятности, для того, чтобы с помощью вот этих вот неприятностей, как бы искупить, искупить есть такое слово, искупить грехи человека. И, значит, ну, в общем, психосоматика, говорит Итан, да. Значит, 20-ю главу мы на этом закончили, 21-ю главу мы начнем в следующий урок, чтобы было, ну, с начала урока, первый отрывок. А я вам сейчас пока расскажу, недельная глава, вот то, что я на этот шаббат узнал. Значит, сейчас идут недельные главы, подряд шли про Йосеф. Был такой, в общем, краткое предисловие. Был Авраам, который установил, Авраам про отец, он установил связь с Богом, и он вышел из человеческого состояния восприятием своим и прикрепился к Богу. Значит, Бог его проверял, насколько он его слышит Бога, и говорит, ты прямо все, я с тобой соединяюсь, я, значит, через тебя начинаю в мире действовать, через тебя и твоих потомков я начинаю в этом мире действовать, да. Значит, у Авраама есть сын Ицхак, Ицхак, Бог тоже с ним соединяется, и, значит, в этом мире идет у Ицхака благословение, к чему он не притронется, все благословение в духовном, материальном, во всем. И он передает это благословение Яакову, Яаков это его сын, который, он ему тоже передает это благословение, и духовная, и материальная связь с Богом, и управление этим миром, как бы благословение материальное. Теперь, значит, у Ияаков получает имя Исраэль, то есть он становится вот этим вот, ну скажем так, воплощением Бога в этом мире. Исраэль это как Яшарли Эль, прямо к Богу, и как бы Бог через праотцов, он в этот мир, он вошел. Весь мир знает о Боге только через Авраама, Ицкака и Яакова из Исраэля, то есть мир узнает о Боге. Теперь у Исраэля 12 сыновей, и эти 12 сыновей становятся как родоначальниками еврейского народа, который должен стать народом-священником и закончить эту работу по исправлению мира, то есть через Исраэль. То, что Бог через Авраама, Ицкака и Яакова вошел в этот мир. Дальше 12 родоначальников, они становятся родоначальниками народа. Народ проходит жесточайшую тренировку в Египте, плавильный котел. И выходят как спецназ такой уже, что рабы для Бога, которые занимаются только по замыслу, только божественным служением. То есть вы были рабами в Египте, у вас ничего не было, все. Я вас чудесами вывожу, показываю, кто в мире хозяин. И вот вам задание, вот вам Тора, значит, внесите свет Бога миру, и мир должен быть исправленным. И они должны были зайти в Эрец Исраэль, земля Израиля. Это как храм в Иерусалиме должен был быть храм вот этот божественный. И весь мир божественным светом освещается и поднимается на следующий уровень. Game over. Это как бы такой план. Теперь, ну, вот эти вот 12 сыновей Якова, они, значит, начинаются, ну, они же попадают в мир, в этом мире, они же не в лаборатории живут, да? У них вокруг них дети и народы. В то время мир был вообще там идолопоклонство, человеческие жертвоприношения, там детей резали. Там с дома Амора, когда была история, значит, у них закон был, путник заходит, его, значит, убить надо там жестоко, а кто ему поможет, значит, намазать медом. Ну, то есть, люди жили совершенно в диком совершенно состоянии. И, значит, они живут во всей этой истории и вынуждены с этой историей взаимодействовать, и тоже на них это оказывает влияние на всех. И один из братьев, Юсеф, он был, а у Якова было пророчество, что он должен Юсефу передать то знание, которое он получил от Шема, сына Ноя и Эвера. То есть, Яков, когда шел, ну, в общем, там был период в его жизни, он 14 лет учился у сына Ноаха, да? Сын Ноах был, Ноах, у него был сын Шем, и он еще был в то время жив, когда был Юсеф. И Яков, когда был Яков, Яков зашел к нему в Ешиву и получил от него знание, которое еще Ноах знал до потопа. То есть, это тайное-тайное знание. И он, значит, у него было пророчество, что это знание нужно будет только Юсефу. И он начинает только Юсефа обучать этому знанию. Значит, все братья ему завидуют, и они, значит, думают, они же не знают, что уже все, завершился период, что Бог был полностью соединен с Авраамом и Скаком Яковым, а сейчас уже на 12 братьев идет на всех вот это благословение. Они думают, что сейчас Юсеф захватит власть, их убьет, и, значит, убьет или как отодвинет, и он, только он один получит вот это благословение от отца. И они видят, что отец его явно выделяет, и они, значит, начинают, в общем, задумывают, они задумывают, что по закону по Торе, если кто-то пришел убить тебя, ты имеешь право убить его первым. Это как бы закон Торы, то есть, если ты знаешь, что кто-то хочет убить тебя, то у тебя есть право в целях самозащиты убить его первым. И они решают его, значит, вначале убить, суд они делают, а потом решают, что мы не будем его убивать, а мы как вот, как Бог что сделает, и бросают его в яму. Его из ямы вытаскивают, медья не тянет, и продают его в Египет. И он в Египте, а он самый праведный, он вообще реально, вообще не при делах. То есть, он ничего плохого не делал, он вообще был цадик. И ему еще снятся сны, что ему все братья должны поклониться, там, и он эти сны рассказывает. В общем, он как-то попадает, в общем, в историю совершенно непонятного. Его вдруг продают в Египет в рабство. Продают в Египет в рабство. Он работает рабом, а он честный парень. Работает, и написано, все, к чему он прикасается, у него благословение. И его делают начальником в доме министра этих самых, палачей. И он там работает начальником, а он еще и внешне очень красивый. И жена этого начальника палачей, она в него влюбляется. И она начинает его совращать, уговаривать, чтобы он, чтобы он с ней, значит, ну, в общем, взаимодействовал, да, в сексуальном плане. И, а он отказывается, он говорит, как так, ты замужем, я не могу, все. То есть, он отказывается. И она, значит, его обвиняет, что он на нее напал, хотел изнасиловать. И его еще оттуда бросают в тюрьму. И он еще в тюрьме 12 лет сидит в тюрьме, в Египте. Сидит он в тюрьме 12 лет, а ему в то время было, когда его посадили, 18 лет всего. 12 лет он в тюрьме, но в тюрьме тоже его делают старшим над тюрьмой, потому что он, все, что он делает, у него благословение. Теперь, значит, и когда ему 30 лет, фараон, фараону снится сон, что снится сон ему такой, что будет 7 лет, а, это еще нет расшифровки. Фараону снится сон, что 7 тучных коров выходят из ретинии и начинают пастись на лугу. За ними выходят 7 худых коров и съедают, глотают просто этих 7 толстых коров и их съедают. Потом ему снится второй сон, что 7 таких вот красивых стеблей пшеницы вырастают, колосков. И потом вдруг вырастают 7 таких худых, таких как сорняков, да, и они глотают эти 7 толстых стеблей. И он каждый раз ему снится этот сон, сон за сном снится ему снится, он не понимает, о чем идет речь. И тут ему говорят, что в тюрьме есть один еврей, раб, который разгадывает сны. И вызывают Иосифа, ему рассказывают, а, и фараон ему говорит, ну что говорит, слышал я, что ты разгадываешь сны, а он ему говорит, без меня. Он говорит, меня здесь нет. Он как бы говорит, моего эго, меня здесь нет. Это бог, он фараону может быть скажет через меня какое-то сообщение. Но меня лично, это не я, так он отвечает. Фараон говорит, хорошо, рассказывает ему сон. Иосиф ему говорит, смотри, значит, 7 толстых коров, это 7 сытных лет. Будет 7 сытных лет. 7 худых коров, это 7 голодных лет. И эти голодные года, даже следа не останется о сытых этих годах. 7 колосков, это второй раз повторяется это же сообщение, что будет 7 сытных лет, 7 лет голодных. И поэтому говорит, поэтому говорит Иосиф. И тут он видит, тут я это слышал от своего учителя Травийска Казильбера, где хрануется Дикли Врахаут. И он показывает, насколько в Торе, в тексте, скрыты нюансы. Написано, и Иосиф, когда расшифровал этот сон, он это дал ему сообщение, как от бога расшифровку. Но потом он ему говорит, а теперь говорит, что я советую фараону. Я советую, пусть фараон выберет себе человека и поставит его главным над урожаем. И чтобы он 20% от урожая каждый год собирал и, значит, клал в хранилище, откладывал. И когда будет голодное потом время, голодные года, то Египет выстоит, потому что будет запасы у него. И, значит, написано, что в Торе написано так. И понравились слова Иосифа фараону и его рабам. Так заканчивается вот этот кусочек. Возникает вопрос, в Торе нет же ни одного лишнего слова. И возникает вопрос, а какая разница, что понравилось рабам фараона? Зачем об этом написано? Можно было написать, понравилось фараону? Зачем писать про рабов? И, значит, объясняют традиция устная Тора, говорит, в чем там было дело. Это традиция, которая сохраняется уже больше 3000 лет. Иосиф, когда он сказал расшифровку сна, он увидел, что вокруг стоят вот эти вот... А до этого фараон обращался ко всем своим мудрецам, советникам, звездочетам, колдунам, магам, священникам, всем. И они пытались ему расшифровать этот сон, и фараон, все время у него была интуиция, ощущение, что что-то здесь не то. И тут, значит, Иосиф рассказывает расшифровку сна, а они все не хотели же, чтобы появился новый советник, зачем нужно им делить свою власть. И когда Иосиф давал расшифровку сна, они все уже готовились сказать, прямо у них на лицах было написано, что сейчас они... Только он замолчит, они скажут, что это бред, что это не так, и будут все это отрицать. И Иосиф тут потом, он говорит, поэтому говорит, пускай фараон назначит человека, и он так рукой, вот так Равзиббер, на вроде, он так рукой показывает, он так рукой Иосиф провел, и пускай фараон назначит себе доверенного человека. И так вот он на каждого показал из них, которого поставит над всеми над урожаем. И понравилось то, что он сказал кому, понравилось это фараону и его рабам. То есть фараон почувствовал, что расшифровка сна правильная, а рабы все начали тевать, слуди фараона, да-да-да, потому что надеялся каждый, что назначат его. Так вот он красиво перевел одним жестом, перевел сразу всех на свою сторону. Теперь, значит, ответил фараон так, он говорит, но если Бог дал тебе эту мысль, так значит никто лучше тебя ее не реализует. Поэтому ставлю этим человеком тебя и назначил Иосифа главным над всеми. Понятно, да, идея? Теперь в чем здесь секрет? В чем секрет? Значит, пишет это Рэбе Мислоним. Такой Рэбе Мислоним был один из великих мудрецов. Он пишет такую вещь, что каждому человеку в жизни отмерено равное количество удовольствий и страданий. Вот эти вот семь лет тучных, семь лет голодных, это мера, по которой весь мир идет. Все примерно уравновешено здесь, в этом мире, удовольствие и страдания. Теперь большинство людей, большинство людей, чем отличается человек, который праведник, цадик, от обычного человека, который обычный человек? Обычный человек, он управляется своим ецерара, своим злым началом, своим животным стремлением получать от жизни только удовольствие, не ограничивая себя ничем. Это как бы основная суть ецерара, злого начала человека, которая все время озабочена только одним. Жрать, лежать и размножаться. Все, вот это вот как бы сущность ецерара. При этом можно это делать, нельзя это делать, вредит это кому-то, не вредит это кому-то. Злое начало не интересует, потому что, как у животных, каким могут быть вообще мораль, добро, зло, если я хочу кушать вообще. Ну, то есть, это же понятное дело, что я должен поесть. Теперь, значит, цадик, он, у него тоже есть вот это злое начало. То есть, у него животное внутри есть не меньше, чем у другого человека. Причем, злое начало, написано, оно у каждого человека на 13 лет старше, чем сам человек. Почему? Потому что с момента рождения человеком управляет животная сущность. И только в 13 лет появляется вот это то, что называется ецертов, это умение управлять собой, умение поставить себя под контроль своего интеллекта. Это появляется доброе начало в человеке, то, что называется сознательность, осознанность. У детей его нету, их все время колбасит или их управляет снаружи. Теперь, в 13 лет появляется возможность управлять собой, выбирая добро, а не зло. Понятно. Теперь цадик, он управляет своим злым началом, и он все время выбирает, действует по заповедям Бога, что такое добро, что такое зло. Значит, Йосиф, теперь, сейчас мы дойдем к Йосифу. Как у обычного человека происходит, у него злое начало им руководит, и он все время идет у него на поводу. И вся жизнь обычных людей направлена на то, чтобы искать, где будет полегче, посытнее, больше удовольствия, меньше работать, больше получать, не бороться с собой, а наоборот, идти на поводу у себя, делать, что хочешь, очень модные все эти течения. Теперь, но что получается? Когда человек живет в этом принципе, делает, что хочет, ленится, отдыхает и так далее, то он выгребает очень быстро свою дозу сытных лет, свою дозу удовольствия. То есть, его, в принципе, он может, человек, который делает то, что он хочет, он буквально за неделю выгребает годичную свою долю удовольствия. То есть, а что, класс, делай, что хочешь, лежи, отдыхай, хочешь, вставай, хочешь, не вставай, хочешь, ешь, что хочешь, хочешь, что. То есть, он выгребает свою дозу удовольствия, и у него ему остается что? Только страдания, которые распределяются на весь основной год, отсутствием благословения, ничего не идет, болезни, страдания, раздражения, плохое настроение. Все, это как бы путь обычных людей. Теперь Йосеф, Йосеф и все остальные праведники, они что делают? Они побеждают свой Ецерара. Победа над Ецерара, победа над злым началом, над ленью, над похотью, над вожделениями и так далее, она идет через страдания. То есть, постоянно ты преодолеваешь себя. Когда вот эта жена фараона была очень красивой, она год его соблазняла, и он год преодолевал свое вожделение, потому что он был молодой парень, 17 лет, и тут такая египтянка симпатичная, о которой она все готова, она ему говорит, прям в туре написано, ну хоть полежи со мной, она ему говорит, давай ты уже не будь со мной, полежи со мной. То есть, да, будь со мной, ну полежи хотя бы со мной. Он говорит, нет, говорит, все, не буду. И он в момент, когда он уже готов был согласиться, он почувствовал, что его тело сильнее. Он взял и убежал, и осталась его одежда у нее в руках. Она его схватила, и он выбежал на улицу голый, и только тогда она его обвинила в изнасиловании, потому что она не знала, что с этим делать. Его посадили в тюрьму. И дальше Йосеф, и как любой цадик, он выгребает свою дозу страданий ежедневно. Ему остается только удовольствие, только благословение, только ему остается, с неба идет на него прям поток благословения. Вот это вот та тайна, которую открыл нам Столинский Рэбе, и он говорит, вот, Слонимский, Слонимский, да. Он говорит, что в этом была причина благословения Йосефа и других праведников, что они свою дозу страданий выгребают, и остается им только удовольствие. Обычный человек, он очень быстро выгревает свою дозу удовольствия, и ему остается только страдания, и все. Поэтому я желаю всем нам, чтобы мы отгрести, выбрать для себя страдания, какие страдания, трудноторой, физические упражнения, преодоление лени. Вообще лень, отслуд, это самое вот болото такое, да, это страшный, это не страшный грех, это основа, фундамент для всего остального. Написано, что Истонис, тот, кто изнежен, его жизнь не жизнь. Он тот, кто гонится за вот этим изнеженностью, да, удовольствием и так далее. Его жизнь не жизнь, потому что ему через какое-то время все начинает доставлять страдания, потому что он настолько привык, чтобы все было удовольствие, то все, что не удовольствие, для него страдания. И наоборот, написано в Пертьявод, что воду пей, хлеб ешь, на земле спи, жизнью страданий живи и Тору учи. Если ты делаешь это, счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире грядущем. Это нам в Пертьявод объясняется непонятная Мишна в 6 главе. А сейчас все понятно. Если ты стремишься к тому, чтобы воду пить, на земле, воду пить, хлеб есть, на земле спать, жизнью страданий, упражнений жить, да, при этом Тору учи. То есть ты не просто тупо делаешь себе страдания, там, наколки или режешь себя. Нет, ты преодолеваешь свой ЕЦРРА и каждый раз преодолевая свое злое начало, ты испытываешь мини-страдания. Счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире грядущем. То есть если на тебя идет что-то и Бог тебе дает, как написано Раби Уда Анаси, он всю жизнь, он был глава еврейского народа, князь. И как глава еврейского народа, он кушал золото, у него было там все. Но когда он умирал, он говорит, я вот не настолько не получал удовольствия. Он говорит, я это все принимал, я этим пользовался, но я не, удовольствие это было, я не стремился к удовольствиям. Я стремился только к преодолению вот этого ЕЦРРА. Все, друзья, вам удачи, успеха. Сделайте, пожалуйста, три вывода своих, три вывода, которые вас поведут. Значит, первое мы учили про, если говорить из Мишли, мы учили про, что является великолепием для юношей и что является, значит, великолепием для стариков. Значит, понятно. И из Юсефа мы учили, что преодолевай ЕЦРРА, преодолевай страдания и получай страдания, преодолевай злое начало. И пусть с неба останутся только благословения, только удовольствия, пусть они идут прям потоком. Но к ним не надо стремиться. Стремиться надо, выбирать надо жизнь страданий по Торе, преодоление злого начала. Все, напишите свои выводы, поставьте, пожалуйста, не, я не буду просить, что вы ставили лайки, если поставите, ну, что делать, поставили. Но если вы поделитесь уроком, то отлично, это я не для себя, кстати, а это мы идем по заданию у Бога, то есть мы все на задании. Когда человек учит Тору, когда он несет свет Торы другим людям, он на задании, конкретно, то есть посланец Бога, ангел. Так что все, делимся, делимся и распространяем свет Торы. Все, удачи, успехов, хорошего дня. И три вывода обязательно, это работа, три вывода, это работа. Работа настоящая, преодоление лени своей.